Добро пожаловать на канал Рокет. В сегодняшнем видео я покажу вам, как прохожу гран-при Вьетнама в рождественском событии в игре F-Fun Mobile Racing. Коилицировался, я использовал вот эту компоновку. Это та же самая компоновка, которую я использовал и рекламировал вам на несколько последних моих видео для оптимального баланса, несмотря на то, что трасса в Вьетнаме, которая называется Ханой. А, я понял, Ханой это столица Вьетнама, трасса называется по имени столицы Ханой-Секот, то есть круг Ханой, ну или трасса в Ханой, так и называется в общем. Так же, как трасса в Монако, называется Монако-Серкут. А, нет, я все перепутал, там Монте-Карло, там есть специальное название, а здесь нет. Ну, значит, это та же самая компоновка, только слушанный этой деталью, все остальное, то же самое. На ней квалицировался восьмым. Очень хороший результат. Своей целью, пожалуй, поставлю третье, второе место. Скорее даже второе. Первое? Вряд ли. Честно говоря, не думаю, что смогу занять первое место. А вот это мы сейчас и увидим. Давно не составал с таких высоких позиций. Фишка в том, что на этой парасе трудно обгонять. Поэтому чем лучше вы стартанете, тем лучше. Для вас же будет тем лучше. Ну вот, я и занял второе место. И мне сейчас моя задача просто доехать до финиша, сохранив эту позицию. Что на самом деле не так сложно, потому что меня обогнать будет довольно сложно. Если я не допущу никаких ошибок, а здесь есть где допускать ошибки. Если вы используете поворотовку чем-то похожую на мою, то вы можете заметить, что в этих поворотах очень трудно тормолить. И входить в них хорошо тоже очень трудно. Ну, поэтому, например, вот как раз за это я сейчас теряю очень много времени относительно впереди меня идущего болида. И именно поэтому я здесь много раз уже ошибался. Сайзал. И это выходило мне плохо. Ну, ладно. Не будем о грустном говорить. В общем, я здесь рекомендую вам... Ну, либо, скорее, можно сказать про этот раз так. Лучше перетормозить, чем не дотормозить. В данном случае это намного лучше будет. То есть, если вы не уверены, насколько сильно тормозить, тормозите, вот как я практически, вот так в упор. Потому что это будет намного лучше выйдет, чем если вы не дотормозите. Если, чтобы нормально дотормозить, ты должен специально тренироваться там. Несколько раз проезжать одно и то же место подряд. Это довольно много времени занимает. И мне... Не хочу на это время тратить. Да и тогда мне интересно играть. Играешь, а ты уже проходишь как робот. Одно и то же выполнишь действие. Ну, так немножко сам думаешь, как тебе входить в город. Немножко поинтереснее становится. О, кто-то там в стене был. Мне взглядело что-то машиночка. Трасса вот эта в Вьетнаме, называется Ханой Сокт, круг в Ханой, в столице Вьетнама. Она очень узкая, как вы можете видеть. Поэтому именно там обгонять и сложно. Также для нее есть довольно... Немного, но несколько поворотов очень резких. Поэтому в них еще сложнее обгонять. Потому что впереди тебя идущий тормозит. Если ты идешь незнанно, а по другой траектории, ты вряд ли впишешься в поворот. Если ты пойдешь за ним, то ты максимум едешь в него, но точно не вперед в него. Так что... Обгонять именно поэтому здесь очень сложно. Именно из-за этого я вам говорю, что тренируйтесь в старт. В данном случае это очень критично. Очень важно. И может кардинально изменить всю ситуацию. А также, если вы нашли компоновку, которая вам нужна, вот как я, постарайтесь улучшить детали. Это может очень сильно вам помочь в квалификации. Для примера, сначала до того, как я улучшил всего ту одну маленькую детальку, я был тринадцатым на старте. То есть, тринадцатым в квалификации. Теперь я восьмой стал. Всего лишь улучшил деталь. Это вопрос о значении улучшения деталей. То есть, если вы чувствуете, а я чувствую, что эта компоновка очень хорошая, и вы будете ее в дальнейшем использовать, то в нее стоит вложиться и... немного поулучшать все. Это как раз вам поможет подняться на более высокую ступень, заработать больше монеток за пройденный этап, и все это в итоге окупится. Типа я случайно на тормоз нажат. Я не понимаю, какой-то игре все работает. Я нажимаю направо, а жмется тормоз. Не знаю, где там зона тормоза, зона поворота. В общем, мне это сейчас не важно. Я все равно на первое место не претендуем. Мне важно сохранить второе место. У меня уже было несколько раз кадусов, а именно два раза. Буквально я... Вот, опять. Буквально я на последнем повороте... Вроде бы нормально входил, все-все-все хорошо, и в стену взялся, и меня объезжали. Буквально перед финишной прямой, на третьем путь. Было очень обидно. Надеюсь, что в этот раз так не повторится. Ну, у меня здесь срез, но... Мне это не сильно беспокоит об ограничении. Ведь же говорю, даже со срезом довольно поднимите, что вот, вот этот поворот, сейчас все понятно истинно. Смогу ли я не въехать в бутонную стену? Да. Я смог. Я все время выезжал в этот момент в бутонную стену, и все мои надежды на второе место рушились. Хорошо, второе место. Довольно много очков. Конечно же, я нажимаю утвердить. Что ж, интересно будет мне самому, смогу ли я занять первое место на финише или нет. Скорее всего, все-таки нет. Обыгнать, как я вам уже говорил, очень сложно. И опять же, все зависит от того, как вы проехали предыдущий этап. Чем лучше вы проехали, тем лучше вы стартанули. Тем лучше у вас летят 18 карточек. Не знаю, как это называется. Деталь. Ну, 1500, видите, уже все окупается. Улучшил я ее, ту деталь, какая за 1500. И мне 1500 вернулось, все. Без проблем. Что ж, конизонки. Убираю, опять же, эту компоновку. Всем ее, опять же, рекомендую. Очень хорошая вещь. Даже если у меня не может быть такое, попробуйте построить примерно то же самое по числам. Я вам потом покажу сейчас компоновку. Там написаны значения, и по ним довольно легко построить. Ну что ж, друзья. Прекрасен наш союз, как говорится. О, у меня есть ТРС. А ваше нищие. Правда, это означает, что мне придется сильнее тормозить, чтобы вписаться поворот. Потому что я на большей скорости буду разгоняться. Что, что произошло? Что, нет, я, пожалуй, переиграю в этот момент. Я просто не очень понял, что произошло. А, я зацепил опять библиотонную стену. Мое любимое. А в этой разу я даже не нажимал, и все зацепили. В общем, здесь важно ваше умение хорошо проходить повороты. Чем лучше вы это умеете, тем лучше. Вот я... Все мне никак не совпадает с этими стенами. Особенно на узких вот этих трассах. Постоянно я во что-то врезаюсь. Самыми неподходящие моменты. Ну вот, раз у меня нет ДРС, ну, значит, скорее всего, я так и закончил втором месте. И это вполне устраивает. Второе место, это второе место. Нет проблем. Правда, сейчас должно быть другим. Будет проще мне обогнать. О, вот сейчас я очень хорошо вошел в этот поворот. И, как вы видите, сразу отойдал примерно полсекунды. Но я только на этом повороте. На связке поворот. Сказал бы я. Трасса очень яблочная тема, что здесь нужно вот именно... Так же, потому что написано высокая скорость, здесь нужно, вот особенно в таких местах, найти какой-то балансик между жесткими торможениями и резкими ускорениями напрямую. Без этого баланса ваша машина будет либо не вписываться в поворотами. О, и опять у меня дерьмо получилось. Либо не вписываться в повороты, либо не расстаняться напрямую и ехать очень медленно. На ровном месте опять что-то у меня идет не так. Очень часто что-то идет не так. Не по плану. Почему она постоянно там цепляет, что она в поле. Противо же до того, как я берусь за управление, я ее компьютером управляю. В смысле, почему он меня в завод постоянно завозит? Ничего не понимает. В общем, мне это не очень важно. В том случае я уже понял, что второе место мои максимумы в данном случае. Ну, либо надо было хорошо тренировать старт и смочь объехать на первом повороте всех тех, но это очень трудно, но это очень хорошо в этих поворотах. Можно ли потом быть на досуге повороте? Но опять же на досуге. Не в будние дни уж точно. На этих поворотах вообще лучше не рулить. Все само происходит. В общем, просто те же самые три круга еще отмотать. Добавляю скучно. По одному же маршруту и все. И я уцелю. Вот на этом участке, я как вижу, мне кажется, да, и по времени тоже все верно. Я приближаюсь к первому к первому месту. А здесь я отдаляюсь уже на этих двух отрезках. Так что примерно как-то так. ой, я не понял, что уже второй круг пошел, я что-то не заметил. Думаю, что когда конец первого круга, а он уже второй идет. Наверное, потому что я разговаривался с вами тут. Две секунды отставания от лидера. И сам я почти на секунду опережаю третье место. Еду, в общем, как в пустыне. Ни спереди, ни сзади, никого нет. Вообще никого. Какая-то точка там вдали мерцает, и все. Как далекая, недостижимая звездочка на ночном небе. Ну, две, две секунды. Немножко увеличится разрыв между первым местом и вторым, на котором я сейчас нахожусь. В общем, можно сказать так, на этой трассе все зависит от того, как вы проходите повороты. Это буквально ключевое. И второе ключевое, пожалуй, есть еще и второе. То, как вы квалифицировались, и то, какой у вас старт. Я имею в виду не только в смысле, какой старт, как вы хорошо объехали всех. А еще вот там пишут, ну да, отличный старт, хороший старт. Или ничего не пишут. Еще вот это вот здесь. Отличный старт или хороший старт. Если вы видите, что вы прямо на старте вырываетесь вперед, как у меня было, это очень хорошо. Вы можете легче пройти всех. И в сочетании с неплохой квалификацией, вот у меня восьмое место, я занял второе. То есть я, считайте, на... Ой-ой-ой, какое-то тирею произошло. Я, считайте, продвинулся вверх на шесть позиций. Ну, только благодаря старту. Без этого хорошего старта я, скорее всего, проликнулся в позиции беда четыре. То есть хороший старт очень сильно влияет на ваш результат. И в сочетании с квалификацией, как я уже сказал, может дать неплохие плоды. О, опять не врелся в стену. Ну, сказка какая-то. Ну, опять второе место. Предсказуемое было. Ну, опять я достиг почти четвертого подарочка и собрал три за это событие. По-моему, я в прошлом в Нидерландах тоже собрал три. Если не ошибаюсь в Зандворте. А вообще, посмотрим, сколько я прошел по прохождению в процентах. Очень любопытно. Ну, и опять какой-то дерьмо мне попадется. О, еще 1500, насколько я вижу. Бесполезные детали. Они очень полезные, но... И ты, и они 1300. Тоже неплохо. Прохождение 54%. Да, это получше, чем здесь. А, ну, потому что здесь я не четвертый, пятый, тринадцатый. Не очень. А здесь я на подиуме. Тут два раза. Причем на втором месте. Да не третье, даже второе место. И старт был позицией в первой десятке. Со мной такое редко случается. В общем, очень неплохой... Можно сказать, уикенд, как говорится. Проведен во Вьетнаме. 54%. И я благодаря этому был 3000 с чем-то. Здесь 2000 с чем-то. Примерно на 1000 позиций вверх переместился. У меня еще есть шанс побороться с такими результатами, если они будут продолжаться. Следующий отрасль у нас... А, Россия в Сочи. Очень интересно. А здесь что у меня? Да, кстати, здесь, если вы не знаете... Я не помню, я допроходил. А, нет, я не допроходил. Ну, в общем, в Бельке я вам говорил, что я буду постепенно улучшать с помощью новой компоновки. Стартовая позиция у меня была 18-ая, осталась 17-ая. Ну, и вместо гонки у меня 6-ое. А было 7-ое. Получше выступил, в общем. Побольше заработал очков. Я постепенно так тоже буду все улучшать. Ну, а мы скоро встретимся, как видите. Через 3 дня, 16 часов приблизительно. Ну, в общем, в субботу. На Гран-при Венгрии, как вы видите. Постараюсь опять применить эту мою хорошую компоновку. Еще что-то улучшить там. И поеду в бой. Ну, да, здесь чуть попозже. Да, там в субботу или понедельник. В вторник, может. В общем, жрите от меня видео примерно в субботу. Максимум воскресенье. Буду рад вас видеть на моем канале. Спасибо за внимание. Еще раз рекомендую всем, кто не знает, как построить хорошую компоновку для оптимального баланса. Вот примерно ее схема. Делал я ее по легкости. То есть, я взял легкие детали. Как видите, у меня легкости больше всего. Ну, и там чего-нибудь. Ну, и в принципе, мне этих легких деталей вполне хватило. То есть, я именно по легкости брал. Просто вот так сделал. Установить детали. Легкость. И расставил в порядке убывания. Я именно так и сделал. Если у вас с вами влезает пачка в исследовании, попробуйте поставить. Ну, сначала просто то, что влезает, а потом потестировать. Я, в принципе, это тоже тестировал несколько раз. До того, как пришел к этому выводу, что лучше в порядке убывания просто подряд все поставить. Я пробовал другие варианты. У меня были какие-то идеи там свои. То есть, добавить побольше мощности, побольше аэродинамики. Там, побольше иногда тормозов даже. Или убавить, наоборот, тормоза. У меня были там идеи по заменам. Я пробовал, но у меня пока что из моих попыток вот это для оптимального баланса самое лучшее. Можешь сделать скриншот. Ой, и сразу переключил. Ну, а всем спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. С вами был Гонорокет. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok